Вичи читают вообще ВП, и сейчас они могут в принципе Венч Флот Флюирид забанить, и неудивительно будет. В каком-то смысле, да. Ну, я уже говорил, мне намного больше нравится с Сайленсером, чем с вами. Ну, собственно, Вичи Гейминг тоже, видимо. Тоже, видимо, больше нравится с Сайленсером. Ну, у них уже герои, конечно, которые от Сайленсера страдают, там, да, все эти комбы. Вомбы делать тяжело. Дарксеру вообще надо БКБ покупать какой-то, он этого не очень любит. Ну, грифсы тоже могут быть полезны. Ну, собственно, ДК решили забрать, не Венгу. Венгу не боятся, ДК больше напрягает. Ну, мне кажется, они угадали примерно. Я думаю, что хотели, возможно, и Сайленсер из ДК даже брать Virtus.pro. Возможно. Чем черт не шутит. Да, было бы у них достаточно, кстати, все неплохо, по факту. Ну, какой-то инстастан под аппаратчное. Вот такой, типа ДК. Бейсмастер самый идеальный вариант. Ну, кстати, вот мы с Саньком сколько игр не просмотрели. Бейсмастер с аппаратом. Ну, это вообще инстаст... Он, по-моему, не проигрывал ТССК на этом чемпионате, я не помню. Ну, потому что это просто инстагилп по любой точке карты, при том, ты почти ничем не рискуешь. Потому что тебе даже подходить врагу не надо. Просто все залетает с большого ранжа и все. Но что-то мне подсказывает, что Virtus.pro бейсмастеры не будут пикать. Мне тоже. Они... Ну, не играют они просто с ним. Вот и все. Ну, в общем-то, да. Лина есть. Для года. Вот, вероятно, может быть взята Лина. Лил... Лина? Ну, да. Ну, а что еще? Ну, VR-ка осталась, опять же. Ну, тут более-менее... Ну, в общем, VR-ка всегда более-менее. Такой герой. Мне вот не нравится Лина, когда там какой-нибудь сталкер есть. То же самое. Просто вот бежит на эту Лину и... Ты либо тратишь на него все скиллы, сразу на эту, как, суппорт сталкера. Либо... Могу сказать, что Baratrum это, наверное, самый неприятный герой против сталкера как раз-таки. Поэтому здесь пик Night Stalker... Он, скорее всего, здесь сделан просто для того, чтобы усилить сложную линию. Будет опять там Darkseer с Night Stalker пытаться надойдать и... В ранней игре шороху навести. А в мид-гейме играть Night Stalker против Baratrum очень тяжело. Он просто догоняет и пинает. Ну, вообще, у Vichy Gaming очень не агрессивная такая, знаешь, вся эта штука. Потому что у Virtus Pro, при всем уважении к лорду Baratrum, но Spirit Breaker до 6 уровня вообще не особо боец. Он, как бы, там неприятный, но если говорить о 5 на 5 каком-то, ну, это такой просто жирный крипт, что-то бегает. Ну, вот он сейчас как-то ранит людей. Просто забежал, убежал. Ну, он демиджа немного. Он что-то там бегает. С башен нанес, там 150. Apparation очень немобильный во всех трех драках. До 6, но, опять же, да, там есть у него всякие приколы типа Чирринг Танч, но все это не инста-дэмэдж и не так далее. А вот у Vichy Gaming у них такое, как раз, знаешь, мощное. То есть вот они на пятом уровне куда-то побегут, знаете, сталкер под щитом, там Clenove Pain какая-нибудь седьмого уровня будет под этим всем. И вот героям Virtus Pro пока что-то как-то скверно драться-то в такой ситуации. Ну, это опять-таки обусловлено аппаратом First Pick'ом, мне кажется, все. Ну да, вот и Visage подоспел. И снова получать у нас спирит брейкер на сложную. И получается, что Фобос подправляется на спирит брейкер в сложную. Не, удивлюсь, увидит сейчас ту же самую дров рейнджерку, да. Дровка или венга? Ну, собственно, считалось, когда Virtus Pro пикают Operation спирит брейкер, дальше Visage дровка пикается. У них это, кстати, против Newby они делали первые уже матчи на этом турнире. И довольно-таки неплохо. Ну и сработал. 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 Сработал, но нет ДК. Вот жалко ДК, нет, да. ДК уже не будет, да. Ну, у Illidana тогда были опять же проблемы. Как раз в той игровке, у него все плохо было. Он потом по игре нафармил, когда его команда начала доминировать. Там ДК всех убивал, на самом деле. Там ДК был очень серьезный. Тут ДК-то уже не будет. Ко чем там говорить? Там у Illidana вообще был build power-30 Aquila for Staff, по-моему. Да. Там Locker был, да. Там Locker был, да. Там Locker, который убил пару раз дровку. И Illidana просто стал вот таким вот саппортом, который раздает ауру для Visage, для ДК. И Сайленс кидал. У него там даже стрел не было. Он максил просто статы, максил ауру, Сайленс. Чтоб... Команде, команде помочь. Так, четвертый пик для Вич и Гейминг. Остается очень мало бонус тайма. Если Вич и Гейминг понимают, что это пик с дровкой, то нужны герои, которые массово будут на нее вбегать. Одного баланара будет недостаточно. Нужен еще какой-то толстячок, который будет прыгать ей на голову и убивать. Вся проблема в том, что все эти толстячки обычно хардлеймер, а там уже Дарксир. Вингу украли. Сами берут Вингу, Вич и Гейминг. Вынуждают дровку пикать. Ну, можно и не толстячок. Можно вместо того, чтобы прыгать всей толпой на дровку, можно подтягивать ее к себе. Ну, в общем, Винга неплохой герой в этой всей штуке, потому что ломает позиционку всего этого построения. Ну да, подсчитаем и дров рейнджер, само собой, для ВС. А вот что вы думаете последним пиком будет? Я вот в этом всем пике, учитывая то, что нет ДК, мне напрашивается почему-то инвокер. Инвокер был бы неплох. Тормозить типа набегание? Он может останавливать вот этих всех персонажей довольно неплохо, это раз. Во-вторых, инвокер именно крешный через Норнадо ЕМП, который положит арчит в миде. И здесь еды достаточно для него. Та же Квин оф Пейн страдает. Но он может играть через другую, через Огненного, что как раз он будет собирать там быстрое форжение Кра и будут идти под аурами, под птичками и так далее, пытаться ломать. Огненные от дровки так сильно не усиляются. По дровку супер крутой именно кьювешный вот этот парень с арчитом. Кьювешный сильный тоже. Вообще я соглашусь, тут дело даже не в том, что он прям там какой-то дико сильный. Просто в этих начальных каких-то драках или там на пятнадцатой минуте, скажем, поход на какую-то вышку, кьювешный, конечно, очень жесткий. Бежит он к тебе на Исталкер, там Вингаут, всех монопыл по 500. Я же говорю, по дровку. Это герой, во-первых, который может тебе дать соло, во-вторых, это тот, кто защищает эту самую Дроу Рейнджер, потому что... А вот и сплитпуш у нас появился как раз, когда это все будет идти, ломать они драться так не будут. А что еще может быть, кроме инвокера? Особо ничего. Или мы что-то упускаем? Инвокер выглядит здорово. Медуза? Медуза? Медовая Медуза? Они могут опять взять какого-то типа бестмастера и играть на одного Элидана, но это... Какой риск? Одна дровка керри, это 100%. Я бы просто не доверял в одного керри Элидану. Один керри дровка, это просто очень плохо. Ну это совсем тяжелая. Потому что она берется в расчете на то, что она будет давать ауру, и ты будешь доминировать с этой аурой. Но только инвокер. Если они берут Лину, они проигрывают пик. Ну нет. Ну нет. Лина. Ну нет. Но они не справятся с Лансером так. Они постараются, может, проще? Инвокер бы намного больше. Но инвокер было бы поинтереснее. У Virtus.pro 20 минут. Ну плюс-минус где-то так. 25. 25 дадим. Я 25 дам. Ну что ж, держим кулачки за наших ребят. Надеемся, что вторая карта все-таки будет за ними. И смотрим Virtus.pro против Vichy Gaming. Вторая карта начинается прямо сейчас. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Virtus.pro против Vichy. Собственно, мне очень понравилось, как наши аналитики говорят. 25. 25. И потом факер такой подытожил. Ну, будем болеть за наших ребят. Не совсем, походу. Не совсем. Разделяет он их мнение. Похоже, да, на то, что там как-то болеют. В общем, написал ФНГ, что Фобос поймал какой-то баг. Ну, это бывает иногда. Ничего страшного. Сейчас перезайдет, все будет замечательно. Так вот. Вторая карта, которая, возможно, станет последней в этом противостоянии. Судя по аналитике наших ребят, как бы 25 они дали. Плюс 25 поинтов. Изи. Плюс 25 поинтов, да. Для Vichy Gaming. Но... Не знаю. Вот они очень яростно обсуждали Invoker. И Invoker мне действительно нравился намного больше, чем Лина. Просто... Они просто настолько хорошо все обрисовали. Ну, блин. Во-первых, это было классно обрисовано. Во-вторых, действительно, я представляю этого Night Stalker под Эйншеллом, там, условного 5-7 уровня. Который просто бежит на этого Apparition. Который бежит на эту дровку или на эту Лину. Да. И он их просто съедает. Всех трех. Я полностью согласен. Лина здесь совсем смотрится непонятно. Это слишком рисковый. У них уже есть один рисковый герой в виде Draw Ranger. И еще один рисковый герой в виде Лины, которого легко поймать и убить. И в итоге, если вдруг что-то пойдет не так у Лины, а что-то не так, это означает, что она не должна просто элементарно доминировать. Значит, уже что-то пошло не так. Ну да. Вот. То есть, я уже не говорю о том, что вдруг там совсем что-то плохо будет. То есть, камбэкнуть таким пиком будет нереально против пика ВИЧ и гейминг, я так могу сказать. Но, будем смотреть. Потому что, все-таки, есть еще Лил на визаже, который будет не слабее. Вот они там обсуждали по поводу одного керрия. Но, по-моему, когда есть визаж от Лила, это похлеще керри какого-либо. Что будем тут наблюдать. Да. Собственно, мы еще не рассказали, кто у нас знаком. Фобос, Спиритбрейкер, Год, Лина, ФНГ, Энжентопаришн, Лил на визже и Иллидан, естественно, на дроу рейнджер. У ВИЧ и гейминг будет играть супер у нас на Квин оф Пейн. Финрир, Винга будет на Дарксире играть Тайс 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 Тайс. Бёрнинг, Фантом Ланцер и остается Найт Сталкер для Эф Вая. На топе сразу же вешают на друг. О, драться тут ВИЧ. Они только увидели эти синие руки. Сразу такие опа, опа, опа. Назад, назад. А тут у нас, кстати говоря, забирает все-таки руну Айс Айс Айс. Он еще и жжет, и очень больно жжет. Нужна какая-то халпа. У Иллидана есть Хилинг Селф. Он ждет, когда Айс 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 либо отстанет, либо нанесет лишнюю пичку. Ну, отстанет ли Айс 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 Айс? Отстал. Ну, тут замедление, замедление, замедление. Не, все норм, все норм. Там как бы процесс практически полностью контролировался. Команда Virtus Pro. Так что тут нет ничего странного. А Иллидана решается еще один. Ну вот, хилку сбили. Просто на линию. Хилку сбили, это очень неприятно. Потому что Иллидан сейчас придет на линию вообще пустой. То есть у него и хп уже не хватает, и, грубо говоря, больше половины хила он уже потратил. Да, серьезненькие проблемки будут на лайне. Ну, как бы вот он сталкер под Айншеллом, собственно. Это был только Дарксир под Айншеллом. Был бы там сталкер под Айншеллом, он бы эту дровку просто в мехом внутри вывернул. Ну да, просто изначально Вич и Гейминг думали, что на топе попытаться руну отжать. Но нужно было им упор делать на ботом лейн, и Иллидан бы умер. Сто процентов умер бы. Если бы там был еще рядом найти сталкер, он бы тупо не убежал. Так вот, подобную комбинацию в виде спиритбрейкера и лины мы уже видели от Virtus Pro. Фобос достаточно обильно гангает мидл. И за счет этого получается дать жесткое преимущество Году, который потом в перспективе тупо разваливает кабины. Но, блин, Queen of Pain все-таки, она может отблинковаться. Ну, вообще, да. Вообще, тут тоже двайка ситуаций, потому что если Лина доминирует Квапу, то Квапа, ну, просто стреляется. Смотри, что там, да, что тут пока вот... Если Квапа доминирует Лину, то примерно аналогичная ситуация возникает в обратном направлении. Так что здесь именно от старта будет зависеть достаточно много. Ну, вот и мы за этим стартом смотрим. Оба товарища уже прожали по фласочке. По крипстату тут пока Лина лидирует. Не супер сильно, но это такое себе преимущество. Опять же, быстрее ботал себе купишь, и там, черт его знает, может где-то получится даже кого-то отжать. Тут Найт Салкер подтянулся на контроль роны, так же, как и саппорта Virtus.pro. Там Майся, кстати, забавно выбежал в центр, только что под Эншелом на Сурже. Просто на ноге вылетел на Лину. Лина поймала нож, но к этому моменту она уже была слишком далеко от Дарксира. А так бы, я думаю, могли и поковырять ее малость. Ну, да. 10 дополнительного дэмэджа идет этому персонажу в миде. Лина и так чудовище редкостное, так у нее, ну, талисман и еще это аура. То есть, ну, я вообще не завидую здесь Суперу. Ласт хитить ему должно быть крайне тяжело. 11-3, но пока справляется с ласт хитом. Да там любая тычка, которая идет под Харас, она уже очень больно бьет по Квапе. Там тоже 2 единицы армора, то есть почти весь урон из этих там 80 доходит до Queen of Pain, а она очень тоненькая. Делаются какие-то стаки, точнее сейчас будут делаться. ФНГ подтянулся сюда. Надо работать над этим. Тут Смоук. Нужно максимально жестко бустить. Смоук. Смоук от Вичи. Очень ранний Смоук. Это уже интересненько. Хотят попытаться сопоставить Лину. Они будут убивать Лину. Ну, они понимают, что Лина в миде это мясо, реально мясо. И Супер как раз не показывает своим видом то, что вон... Дина Эншелл. Да. И сейчас, наверное, будет второй. Но ночью не наступило. Вот дождались бы ночи, но они, наверное, специально. Потому что ночью это очевидно. Да. Палевно, палевно было бы слишком. Вот будут выходить на Года. Вот он выход. Папа прыгает, сразу же идет. Ну и Супер. И вообще Супердон. И что? Какая хорошая игра от Года. Если он еще выживет, это будет просто что-то невероятное. Год нажимает на развороте. Он сам что? Есть еще один фраг. И еще 3-го надо забирать. И что? 3-го убивает дабл кел от Года. Погибает он, конечно, под конец. Но все-таки что происходит? Боже мой. На радостях забыли заденайть Лину. Но вообще выиграл очень-очень круто за контролем. Ребятами из Бирдус Про. На топе Хуабас. Почти отъехал, но живет. Ну, стандартная схема. Мы это и в прошлой игре насмотрелись. И сейчас. Ну, такой Rush 3D Gang получился у Вич Гейминг. И для Виртусов это должен быть такой серьезный моральный буст. Не растерялся Год, конечно. Просто Царюга. Как же он хорошо отыграл в этом моменте. Так, ну и что у нас там внизу у Дровки происходит? У Дровки внизу все тоже замечательно. Второго уровня Аура готова. Уже третьего уровня Аура готова. Пятый левел только что получил. Или дан. И теперь он раздает 13 демиджа. Пока еще немного, потому что артефактов нет. И ульты еще пока нет. Да, и ульты нет. Но со временем эти 13 превратятся в какие-то 30. Ну, опять же, 13 это на одного героя, если сложить. Ну да, то есть каждый там потычки дает. А фамильяры какие-нибудь, когда будут. Фамильяры, да. Все, все вольно бьет. Конечно. То есть это чудовищный демидж, который просто иногда грамотно реализовать не получается. Так, ну вот тут уже ночь наступила. Или дан побаивается. Разгон на Найт Сталкера уже идет. Найт Сталкер быстр. Но его Спирит Брейкер все-таки настигает. На два первый третий изучен Спирит Брейкера. Ну, отстали. Тут лил качественно заденайл крепчика из-под Дарксира и Сталкера. Ну, вообще, пока Вертуса достаточно защитно действует. То есть их суппорты почти никуда не высовываются, почти на кого не нападают. Приходят только в случае крайней необходимости. Ну, во-первых, там визаж должен фармить, как бы. Ну, а во-вторых, и Запаришина такой себе помощник. То есть он скорее контр-нападатель. И в мид идет выход на Супера. Будет ли бежать дальше? Да, дальше пошел Фобос. Супер уже без блинка. Прямо по Тауру. А есть Лагуна Блэддь. Отлично. Супер. Супер. Отправляется в таверну. Да, именно так. И седьмой уровень для Лины. Ну вот, начальная доминация. То, о чем говорили все. И в прошлой игре, и в этой игре. Такие просто плюхенцы ему выпить. Просто шестой левел дровка получила, все. Дарксир, как бы два удара, четыре дырки. Ну вот, как бы двадцать семь урона бонусных. Это уже много. У дровки там сто сорок. У него вообще нет ни одного артефакта. Да боже мой, как ему больно. Это не смешно. Совсем не смешно. Еще и Лина покупает себе фейзы. У Лины сто тридцать атаки. А Лина-то... Шестая минута на дворе. Тут герои на четыре тычки буквально бегают. Хорошо. Сейчас главное не посчитать, что ты уже выиграл в этой игре. Потому что всегда есть бёрнинг. Бёрнинг на ПЛ. Вот у Бёрнинга, мы уже отмечали это также на Наньянге, когда комментировали то, что он в последнее время очень плотно засел именно на сплитпушеров, на серьезных. То есть это Антимаг, это Фантом Лансер, это даже Клинкс, который весьма специфический сплитпушер. Наверное, есть нападение, откидывается в Сайленс. Да, да, откинулся. Так вот, то есть это даже Клинкс. И Бёрнинг, в принципе, очень качественно исполняет свою роль. Потому что забирать Тавура, грамотно выбирать позиции, у него это качество очень классно развито. Ну и сейчас посмотрим, как у него получится на Паэлле. Потому что Паэлла, честно, тут убивать вообще нечем. Если речь зайдет о трех-четырех слотовом Фантом Лансере. Да, да, да. Тут тяжеловато будет это делать. Из-за уешек только Айс Бласт, от которого увернуться вообще не проблема для Паэлла. Ну и так далее. То есть Фобос может спалить, сам того не осознавая. Да, 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 вот увидели. Точнее Фенрир понял, что его увидели. Фобос. Да ладно, они разбежались просто... Никто никого не заметил? Ночь на дворе, судя по всему, не заметили. Ну вот что-то мелькнуло на медикарте. То есть Фенрир точно понял, что... Да, да, вот сразу попинговал. Но вот что-то, походу, мелькнуло немного на миникарте. Вот сейчас Супер встречается с Фобосом, да, и они разбегаются. Таур, тем временем, год прессингует достаточно плотно. Пять сотен хп, даже уже поменьше, уже четыре сотни хп. Там почти 150 дэмэджа. Вот это опасно очень. То есть если Супер просто попадет под стан, и Лина даст три тычки, это уже будет нереально больно. Смертельная доза дэмэджа. Ну и пока оба кор персонажа, оба керри персонажа фармят, но мы видим, что у Лидана только две восемьсот летворца, как ни странно, три пятьсот. Разбег на Бёрнинга. Бёрнинг за доджил. Конечно, это все делается достаточно легко. Вот. То есть как в прошлый раз не получилось дешево, да? Как с квопой на прошлой карте. Ну да. Просто подошел, ультанул. Как бы это реально было забавно, но такое иногда бывает. Снизу какое-то скопление большое. Достаточно такие товарищи из Вичи Гейминг. Нападение на Лила. Стан на пол хп пролетает. Очень больно. Соникай по двоим. Одного с дуэлиц. Дабл дэмэджем Квин оф Пейн. И Ридан дерется на мужика. Разваливает кабину. Очень жестко. Но там есть блинкаут. Одному второму надамажили. Но где же какая-то хелпа. Год тп потратил уже. Здесь разгон просто идет. Оперейшн. Ульту кинул. Разгон. Опа! Здравствуй, дорогой! Нормально. Боже, ну как у него это получилось? Ну почему ты не блинканешься? Ну есть же у тебя... Он как кобра, знаешь? Во время его пила просто гипнотизирует. Гипнотизирует. Гипнотизирует по-любому. Я тоже задумался на этот счет. Иди обниму. Уже вторую квапу вот так вот дешево ловит перед брейкер. Это забей, это реально. Причем и игроки уже разные. То есть вроде как... Хотя может быть в этом-то и секрет. Бёрнинг не рассказал. Говорит, слуш, там есть у них такой спирит брейкер. Он просто выходит и дает ульту в лицо сразу. Айсбласт, ты посмотри какой... Какой хороший айсбласт! Попадает им, но убьет ли? Слаб урна какая-то. Слушай, а по-моему... Убьет, он его убьет. Подожди. Два тика! Два тика! Еще одна! Ты что ты хочешь делать? Ладно. Чуть-чуть не хватило. Уже соло ринга айсайсайс нажал. Тут, кстати, выходит Бёрнинг и он убьет Лила. Да, Лила больно. Ну вот уже первый выход от Бёрнинга. Что-то и аншелом. Ну у Лины, кстати, очень много денег. У Лины готов юл почти, да, 500 золота. Ну еще, вот, вышло, например. Угу, смотри. Вот. Деньга. Деньга. И для Лины это деньга. И Лина снизу тоже падает Тауэр. Бёрнинг работает. Тот самый сприд пуш. Зарвал Тауэр. С Танчиком не попадает. А, все! Бёрнинг все и выйдет. Или не все? Тут есть еще. Еще на два Бёрнинга хватит. Там потому что еще был разгон. Все в порядке. Подсветили здесь Бёрнинги. Шикарная игра. Три стака как бы пассивки. Ускоряет очень сильно. 5-2-2. А, у него хастает. Я понял. Он хастует еще, да. Все, тогда понятно почему. Не так давно. Ну вообще, да, вообще очень хорошие, очень качественные действия от года. Что-то он в этой игре совсем лютует. И Крипстат у него там просто какой-то чумачечи 71 на 11. У Клопы, СМИ, да. Если что, Крипстат 33 на 2. Ну, там, в общем-то и понятно как бы, почему такая разница. Саур и Дроу Рейнджер против Лины очень тяжело что-либо делать. Да и сейчас Гот умудряется совмещать фарм с гангами. Это у него очень хорошо получается. В то время как тот же Супер не особо фармит и с гангами. Ну тоже вроде неплохо, но средненькие два показателя. То, что все-таки три смерти. Ну да, плюс Лина сейчас уже получит 11 уровень. Совсем он не за горами. Это 650 урона для Винги, Квапы. Это почти для всех. Тут еще никто не вышел вообще за лимит в 1000 хп, кроме Фантом Лансера. Да, не говоря о том, что у Лины сейчас мувспид 460 с активированными фейзами, а плюхенция под 200. Ну, блин. Ну, короче, пока Лина, она на коне. Главное, чтобы сейчас Гот не отказался под конем в ближайшие минут 5. И тогда, возможно, игру все-таки получится о Virtus.pro отжать. Потому что пока все очень сложно для них. Они еще совсем не выиграли, скажем прямо. Darkseer без маны куда-то ускоряется. А тут у нас в лесу Фобос слегка подстрелил. Опять тупо юзает ультимейт на Супер. Супер очень больно. Двое Сулла Сомшн после двух фамильяров. Отлично. Фобосу тоже больновато. Залетает Айсбласс. Айсбласс, скорее всего, не побочет. Там Бёрнинг подошел. Эфайя, Эфайя добить обязательно. Минус эфай. Фобоса добили. Финрир тоже погиб. Ой, да ладно? Как его разваливают эти птицы? У них там по 50 атаки. Бёрнинг тоже еле живой. Еще одну тычку успевать у тебя тупень гангер. Ну давай, давай, давай. 40 демэджов у каждого фамильяра. Тычка залетает. Нет, нет, к сожалению. Слишком много ТП. Нет, догнать или догнать. Или догнать. Птицы садятся. Еще топлюка. Еще гачечку ножа добил. Да ладно, как он ушел. Да что, Бёрнинг проживает. Боже мой, как же хотели его здесь убить. Как они хотели его убить. Какой же он живучий. Да. Зрелищная, конечно, у нас каточка. Да, не то слово. Обстановочка нагнетается все сильнее и сильнее. Queen of Pain сильнее, по сути, не становится. У нее 2-4-2 уже статистика. Это тоже достаточно такой персонаж, которому желательно сноуболить. Потому что она свою эффективность не сильно повышает. Она рискует оказаться мясом минут через 5 условных. Потому что если сейчас ее еще разок-другой чпокнут, и у него будет, грубо говоря, ПТ, то ее никакой Бёрнинг не спасет. Он разгоняется, но он не знает, что там еще есть группа поддержки. Айсбласт, Фобос, отожмет ли? Отожмет ли? Айсбласт! Еще бы на плюшку пропереться, но нет, не дают эту плюшечку сделать. И погибает у нас коровка. Ну вот так, кстати, подфиживать не стоит, не стоит. Он не знал. Но он смоуки как бы нашел. Потому что тут все такое. Все норм. Смоук на одного человека, который и так уже бежал, в принципе, к вам туда. Было бы близко, чтобы еще и супер убить. Если бы, конечно, он был супер, это было бы вообще просто нереально. Он супер. Шупер. Да, фамильяров не хватило там каких-то. Заранее тоже. Так, у Лины 1200. 11-й уровень. То есть сейчас, наверное, будет поинт-бустер сразу же. Ну так, чтобы прям по накатанной. Да, поинт-бустер готов. И боже, какая она быстрая. 460. Ну в скидо, с фейзами. Да, блин, забей. Это стаки с пассивки. Если еще стаки с пассивки, то там вообще забей на 5-2-2 бегать будет. Это еще пассивка не промакшена. Ну да, там пассивка какого-то второго уровня где-то. Первого еще. Первого тоже. Лоль. Так вот, Бёрнинг. Бёрнинг перебрался в чужой лес. Он понимает, что его лес сейчас самое опасное место, где можно находиться. Но! У виртусов стоит грамотный вардец в своем же лесу. И они прекрасно видят Пээла. Пока Пээл не имеет каких-то сверхнетворцев, но в любом случае, членнетворцев фантамансера выше, чем у Рэп. Вот. Раньше играли не спаят. Но как бы по-корсу персонажем так есть чекина Керацефанова. О, и розетка. Причем можно даже бить свободно. айзласт 37 7 39 39 39 39 40 40 Ах... Ааа... Нормально нужно, чтобы б... ... успе... Ну, вообще... ... я.... ... ставлю на лес... ... ааа... ... делаю место в Томове... ... только как только.. ... они били... ... просто... ... сюда и... ... у меня с ... ... разл... ... я... ... м... ... рад... ... в б... ... идут... ... ай... ... ай... ... а это раз! ... ах... ... и вы... ... на это еще... Я не знаю, я не дачу висеть, он настолько лютый дом разбрушился, потому что я не понял, что происходит. Написали, что... ...лименно в Вене... ...так что, видимо, действительно лабора, да... ...поти... ...пакет. А что? Как? Почему? Как Квинов Шейну старилась убить? Просто тоник универсальный. В Вене же была вроде толстая... А у него... ...я смотрю, что не хватает. Ну, хотя как, да... ...так и схватывает... ...ну не, по зоне... ...пятьдесяти. ...пятьдесяти. То есть, маловато, undo... ...правильно. 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 ...за того, да, ты меня не сможешь отмахать на 10 лет назад. ...да, да, да, да. ...что я в Рафуговов в этот момент... ...да-да... ...будьте любезны... Яых... ...как, помен聞, как... Пин Офп там на афе и убил, но там не дал Вон ш... С прокатом что был... Нигдой... А может, как то? Актулинонас... И хатом... Долспе... О... А... Кот и... Дать то... Сл... 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 Зам... Сл... 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 Главное это нужно читать Чуп! И всех убивают Что там? ?" КТО Бел МЫ И! У тебя! Да ну вот то спросят администраторы сейчас раз если есть просто общий интернет обогнут в клинках на общение должно быть ну да вот в клинки буквально те же были на интернешнале на то есть их сюда привезли таком и полностью они даже не демонтируемые да ну рассказывать не знаю может конечно немного преувеличивал да не они не должны быть не демонтируемые ты как вы вообще сюда завозили нужно заносили это по моему таки я не знаю как вообще это происходит я вот смотрел когда я уже вов изобрели телепортатор у них же есть игра портал может у них вот эти фейковые пушки которые в офисе лежат типа из игры портал на самом деле это такой типа хихиха ха а заза габен приходит ты пошел куда-нибудь домой игра все-таки продолжилась быстренько тех проблемы пофиксились и мы возвращаемся в игру да экономика у нас держится на отметке в 3 200 где-то по xp 5000 преимущество это все у виртус рот но это немного в глобальных масштабах это действительно гроши да но общий показатель денег у квапы например меня бесконечно радует потому что она бомж у фантом лансера дела обстоят немного иначе он не то чтобы не бомж но пока у него нет страшных айтомов которые мы привыкли видеть там какие-то диффуза манты тараски там уже с появлением диффузов будет очень опасно потому что все вот эти тонкие персонажи если они где-то хоть немного завтыкают и займут плохую позицию там с одного копья люди умирают обычно смаке вичи куда-то побежали причем смог на смог и выходит друг на друга позиция получше будет все таки наверно обичи гейминг как глаз залетает но все он совались ультимейта нет перед брекер не раскисовал получил сайлент подняли бьюлы ази сайсону стенка стоит нужно отойти от этой стенки финал пэн хорошо обрывается но нет сони квэйву квилл полил про по максимуму продамаживает супер и почти его забрал сайлент залетает по иллюзия птички садятся или там sky граунда расстреливать бёрдинга еще одну птичку бы посадить ну а я чуть урона не хватает прыгать queen of pain прямо на лицо или да ну ну или там все-таки расстреливают и 1 и 2 здесь драка продолжается фобос на мужика до последнего но понятное дело здесь ему ничего не светит погибает минус 5 оформляет вичи гейминг потеряв всего-навсего двух персонажей шаги просто в пиксели от смерти был фантом лансер бёрнингу здесь очень сильно повезло а стан на птичке там сей без разницы понимаешь нажимал и он контролл 3 и пинал уготал хай гранди просто арнишь не и не зайти нет по-другому как айсблаза не буду ты не может двигаться там уже по Если бы по фернингу это было бы... Если бы... ... то мы получаем... ... замечательно. Деньги, которые... ... дараксируют... ... там... ... 300... ... бог с ней... ... ну как бы... ... дараксируют... ... нормально... ... фармит... ... мол ладно... ... но ПЛ... ... ПЛ выживает... ... ПЛ получает опыт... ... деньги... ... а враг не получает... ... ни опыта... ... ни денег... ... я в том плане, что... ... враг сейчас сидит в таверне... ... пока футбом ластер пойдет фармить... ... как же это плохо сейчас... ... для Virtus Pro... ... 2000 голды... ... это уже практически диффуза... ... там... ... 1000 голды на фармил... ... диффузяки... ... так... ... эээ... ... эээ... ... да, да... ... ASSI сказал, что его попросили... ... запаузить игру... ... администраторы... ... ну не администраторы... ... техник, который у них... ... в будке находится... ... возможно еще не все до конца... ... починили... ... ну... ... сейчас починят... ... нам что... ... у нас вообще... ... как бы... ... наше с тобой дело не хитрое... ... ну да... ... сидеть и... ... разговаривать... ... говори-говорю... ... говори-говори... ... показывают нам... ... ПНГ... ... ну... ... видно, что... ... немного нервничает... ... Артем сейчас... ... да... ... ну... ... снимают паузу... ... игра возвращается... ... конечно... ... потому что... ... для Virtus Pro... ... эта карта очень важная... ... ведь... ... проиграв ее уже... ... ты падаешь в нижнюю сетку... ... не хочется... ... и ждут... ... кажется... ... Альянс... ... если я не ошибаюсь... ... да... ... это последняя команда... ... которая без пары... ... ну... ... с одной стороны... ... шведы выглядели... ... так... ... слабенько... ... на этом турнире... ... а с другой стороны... ... как ни крути... ... это все-таки Альянс... ... там и игроки сильные... ... а вдруг... ... они заиграют в один момент... ... да... ... это та команда... ... которая... ... если заиграет... ... пиши пропало... ... просто проблема в том... ... что по каким-то... совсем понятным причинам они играют отвратительно но на этом турнире да на этом турнире они очень плохие результаты показывают и в макро и в микро но бывали времена когда там из 4 бульдожа творил творили они просто какие-то невероятные чудеса то они сейчас могут просто вот я не знаю какая-то недримая сила им не позволяет это делать но то я диск появился у года настолько быстро спилили этого рожана что как бы вич и гейминг а может они даже и знали просто забить решили чё нам этот рожан так но смотри визаж опять solar крестом опять в смысле очень быстрый solar я за шустренький и 11 уровень сейчас будет то есть в минус 10 брони как там на кого-то разбежались а это на супер разбежался спиртбрекер ну непонятно со деле чего наделать он умрет сейчас просто не тут умереть он точно не умрет а что тимойт успеет подойти а вот убить это что-то невероятное господи это такая нет как раз вот я тебя поправлю это весьма вероятно конкретная вероятность 17 процентов написано курсор наводишь чем стубаш 17 я сижу и просто охреневая с того вот такой вот пирать нас того что они убьют и только виноват настолько мизерная что еду вот вот я бы даже не не пытался бы этого сделать кинофейн с блинком да ты на нее разгонишься вдоль тонешь и она потом от блинкуется всего такой нужен был буквально потихону нужно было да все но 17 процентов работают это жесть это это из разряда первого фрага на квапе в прошлой игре вот но за тоже безумно дешевая попытка но в этот раз удача конечно оказалось на стороне команды виртуз про но они наконец-то вспомнили то что могут забирать здание здорово рейнджер быстро могут забирать здание свечи гейминг хотя бы раз ошибутся у них на базе там картошку сажать можно да и нужно будет довольно много шуток на картошку и белорусов так фобос фобос в инвизи фобос видит бёрнинг а так но берлинг их тоже видят отмансовался но дальше манцевать достаточно тяжело доппельганга кулдан соника взлетает очень хороший будет ли продолжение лил слоу самшин имеется слоу самшин есть но кому-то зарядить а все в диспозиции вичи хорошо минус 3 я уже хотел поругаться немного на спирит брейкера то что он не снезер страйка начал атаку и таким образом пл успел нажать доппельгангер но все урвение за турвение с которым они за ним отправились она конечно достойно отдельной похвалы и еще разбег пошли на нас сталкера но это просто прогнать в стиле оси сайся да 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 фут говорит я тоже так умею боишься владмир появляется тем временем у фобоса еще правда пока не прилетел и что ли неужели летит аганим к лине да аганим летит к воду и к лиллу летит поин бустер просто моментально просто молниеносная конечно скорость и нет стенки удар ксера поэтому можно забирать линию просто отходить или подраться но сейчас можно и встрять есть ли до улины у лида да 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 есть есть но вот вот свапы у лидана нет а егиса айсблаз залетает и достаточно качественный айсблаз да и вот трекера даблкил отгона после драгон слева еще один фраг минус 3 можно ломать еще одни бараки или там байбекайся просто байбекайся и дай ауру своим пацанам просто юзнит и этот байбек он стоит всего-навсего 700 мне кажется мне кажется если бы ребята могли забрать еще одну сторону он бы сделал потому что сейчас тир-2 стоит на топе и тир-1 еще стоит на нижней линии да безусловно если бы можно было забрать вторую сторону конечно пошел бы байбек пошла бы кнопка и все и все бы сгорело ну кнопка кстати не пошла потому что она в кулдауне но хотя бы героем бы хватило не но тут конечно да не углядел я этот момент что снизу вообще что-то один даже цел да 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 не много в в этом плане третья минута на дворе на самом деле еще как бы то что линия упал это график о как он рванул в один момент просто в один момент полетел на 12000 и по xp 10 очка очень очень мощная сыграли только что в п ну такая волевой заход был на хайграунд вспомнили что могут и герои бить здание наконец-то и очень качественно дону всем будет участвовать бкбшечки на самом деле так что дараксир вообще ничего не мог сделать и квапа половину дэмиджа потеряла что фантом лансер пока вот уже фантом лансер реально бомж по сравнению с дожелиной там слишком много дпс он элементарно не успевает в принципе что-либо сделать так ну вот позицию достаточно интересную занимает вич и гейминг они походу хотят напасть неожиданно но уже не получится это сделать спалились да ну что виртуз сам теперь что делать возможно стоит кому-то прикупить травула и вообще у линии есть а егис они только что и сразу разворачиваются и убегают виртуз про рожан появится через пять минут с лишним ну даже кирайдин не забрали как то странно выглядит ну как то вот вам наверно потому что или да ну чуть-чуть на бкб не хватает этому из-за этого а может быть может быть да абсолютно верно давайте чуть-чуть погодем погодим чуть-чуть я куплю себе кабин правильно нужно ходить нужно спешить пока нет надо вот и бекаби вот а теперь есть надобность пишите теперь нужно идти безусловно да и день наступил есть еще один плюсовой фактор между прочим на мать сталкера пульта кстати говоря в кулдауне ставим первого уровня все располагаю большой кушу пока вот кажется будто звезды сошлись чтобы было 3 решающая игра потому что просто обязана три карты сыграть большая до толь везения присутствует в этих вещах хотя и вичи тоже везло в некоторых моментах в этой игре ну например то что бернинг выжил в том замесе на на центре там реально чуть-чуть им не хватило надавать плещей так но товар тут сотруд моментально и вичи гейминг понимает что их вместе с этим товаром могут стереть не дефят ну а дровка вообще на морозе подходит у нее 300 урона понимаешь что такое 300 мм когда к ней спиритбрейкер с ландмером подойдет у нее будет 300 демнг а так спит почти два удара в секунду там примерно та же история и у лины учитывая что она там пассивкой настакивает себе дичайший атак спит у нее там атак спит потом будет три удара в секунду и че зажались у них даже фантом мальсер никуда не выходит то есть обычно обычно должен сплитить а не стоять на базе вместе с командой это выглядит как потому что потому что ты пока будешь там корябать tower тебе базу сметут вообще все верно против такого пуша тяжко сплитить но блин стоять смотреть тоже смысла нет то есть и хотя бы посплить а там если что прилетишь телепорта как только они доберутся до базы жену сидеть смотреть как ты как у тебя падает т2 тоже проку маловато но отошли биртус про будут ждать рошана но у них вот пока эти там три минуты еще будут идти есть определенное занятие то есть еще во первых тир-2 на топе можно попробовать ее забрать есть бкб на линию есть бкб на линию вообще замечательно просто очень замечательно ну все теперь вот это вот клопа нищеброд клопа кстати вообще находится на шестом месте по фарму то они это попытка сделать ну за полигангер он потратит и вроде как уходит так попытка сделать торчит когда у тебя в миде стоит лина под аурой дровки это ну вот расчет на непонятно что то есть все что я пропрет ли то то есть орчит тут ну тебе никто не даст делать лучше уж хотя бы какой-то аганим пытаться фармить что даже если ты сделаешь и торчит проку с него 0 просто ноль проку 0 помощи или тележка на хайграунде дэвид хочу она тут делает это подчинились доминатора по ходу возможно до лагировки же доминатор 1400 хп до 1004 значит это подчиненный доминатор да вот и орчит и все камбэк из реал и смог сразу грифтёк ключевой артефакт до фармили агентация да ну на самом деле сейчас забавно всех поубивает параллел может стать последним вообще файтом тут боевая тележка вы сюда иди и ты и тебе камень насыплю и ты иди сюда клопа на вот какая-то разрушала тут слушай так я щас тут подведут она еще пушить будет ну да чё а еще нет а новую 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 а новую подчинил да новая чинил больше хп так сейчас еще ауру включить прикинь там какой демаж будет бешеный а я щас смотрю кстати тележка там 100 атаки а ну смотрим смотрим пульс 50 до сотка а ну тыку слушай фаза что ты с нами делаешь вовер под жестким фокусом суперу ничего не дали прокастовать будете байбэк от него стяжка стенку не станет все-таки поставил айс 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 минус даблкил от года вот ничего не боится байбэк от дарксир идет с ула сам шанс завершает жизнь night stalker а год откидывается с полами летят стрелить иллюзии нужно и хладокровно с лограунда и вот по правому флангу этой линии заходить да так и делаю все это время пост с диким демоджем разваливала таро задавили получилось у виртуз про задавить на самом деле были моменты где можно было засомневаться да и вообще в целом как бы там долгое время графики жестко не двигались в пользу виртуз про да да там минуты вы не не буду точно вспоминать до какой но там допустим до условно семнадцатая примерно в районе четырех тысяч то есть это действительно мало и вот только потом после этого захода по центру когда не просто райт кликом нажали на здание сначала на вышку потом на бараке сразу стало понятно сколько там урона сразу видно довольные лица ну Продолжение следует...